друзья всем добрый день как я обещал сегодня мой эфир про финансы пирамиды чуть-чуть задержались проведем я сегодня с аидом всем салам всем салам алейкум всем добрый день как обычно вопросы задавайте постараемся ответить и сегодня хотим обсудить очень горячую тему слышно не слышно да если все нормально в аликамасалям всем валикам асталям общий тоже подальше поставим так просто мы уже брусли поставил плюс мы уже практиковали такую вещь когда мы его оба в эфире и обсуждаем какую-то тему и сегодня нам хотелось поговорить про финансы пирамиды почему потому что каждый день практически пишут мне люди и спрашивают вот эта компания нормальная вот эта компания нормальная и к сожалению большинство из названных компаний оказываются это естественно мое мнение на своем пирамидами завуалированными другом названными переименованными вот буквально расскажу случая пока не забыл и говорит брат посмотри пожалуйста вот эту платформу инвестиционную платформу на которой я уже инвестировал свои несколько тысяч долларов я посмотрел и я уже за 15 лет научил их за версту чую их за версту я написал брат очень много вопросов у меня к этому форме похоже что вы знаете что произошло он меня засыпал всякими аргументами он меня засыпал не очень лестными словами и сказал что я некомпетентный сказал что я основываюсь на мнение там других людей и на отзывах я просто недостаточно было посмотреть отзывы там в интернете и поверьте мне нормальной компании нормальные брокеры таких отзывов не имеют я сказал что брат вы вы спросили меня я сказал то есть но я потом понял его мысль я потом понял его мысль что он хотел меня затянуть там сетевая структура он хотел меня затянуть туда в свою компанию я так я потом уже понял и вот и он на самом деле обиделся он обиделся и сказал что я не понимаю я не знаю и поэтому вот такие очень возникает лучше вот так попробуем сделать чтобы качество видео было лучше у меня почему-то периодически приостанавливается из-за слабого сигнала связи пишет так качество лучше нет напишите-ка я не отвечу телефон но если позволит они придут скорее всего youtube скорее всего не даст этого сделать вопрос про же это профильник нет это не тоже отправляет всякого рода ссылки на которых явно видно что пирамида явно видно что мошенники и самое было самое интересное друзья то что они привлекают огромные деньги и вот совет не говорит давай брат проведем эфир чтобы была какая-то польза чтобы люди люди поняли может что-то недопонимают как разбираться этих пирамидах и вот сегодня попробуем это ведь момент осветить кто присоединяется всем салам алейкум сегодня говорим про финансовая пирамиды тебе слово ну друзья смотрите почему вообще пришла мысль сделать именно такой скажем глубокий разбор этой темы в принципе эту тему уже кумар на своих видео разбирал есть видео как можно определить финансовую пирамиду то есть те кто реально обманывают людей и он прям по пункту сказал какие пункты нужно на какие пункты вернее нужно обращать внимание когда вы анализируете любому недостаточно мне и кумар периодически говорит да что ему вопросы поступают про ту или иную компанию и даже пишут мне так как знаю что я близко дружу с кумаром пишут мне даже чтоб я к нему обратился и спросил я решил брату сказать я говорю давай попробуем это все дело записать вообще сделать какой-то вот такой вот разбор более менее глубокий и таки людям раскрыть глаза последний капли на днях я посмотрел видео я подписан на многих блогеров и один из них про фонд гафарова снял разоблачение так скажем разоблачение снял молодец хорошее такое прямо именно с доказательствами не как такие скажем да колхозные блогеры которые вроде как берут просто какую-то информацию просто передает его другим и говорят свое мнение то что вот я вот думаю там что это пирамида и так далее этот человек нашел доказательства нашел этих инвесторов которых кинули нашел переговорил с теми кто это рекламировал о чем мы тоже будем говорить да то есть то что агрессивно рекламы ну и так то есть документы откопался расписки нам договора и в итоге получилось так что фонд гафарова так называемый он оказался все таки пирамидой и на последний человек который там вот хотел забрать свои деньги довольно крупную сумму там миллион чем-то рублей но это кстати не самый крупный инвестор наверно там по-моему 2 миллиарда речь идет да да в общем люди вложились представьте себе 2 миллиарда рублей это очень серьезные деньги очень серьезная и они собрали мошенническим путем вот самое интересное что то есть в особо крупных размеров и вот этот инвестор который вложил кстати посмотрел это видео нет я же тебе посылал ну вот кумар смотрел тогда говорю вам вот этот инвестор который вложил там более миллиона рублей у него оказался какой-то друг из фирмы из тех фирм которые помогают людям уезжать из россии из-за того что их преследуют каким-то путем незаконным и он мне звонит и спрашивает ты таких-то таких-то знаешь я говорю как-то слышал от тебя что ты что-то говорил о них я говорю да знаю гафаров элик там один и какой-то там сухоплюев что ли владимир или владимир по моему зоны я как горе что вот как он мне обратился вот этот владимир сухоплюев обратился говорит к нам нашу фирму чтобы мы помогли ему убежать из россии понимаете и вот с этого начался уже вот этот снежный ком огромный то есть начали все уже инвестора реально требовать деньги после того как этот видео вышло давать в блоге уже вот с такими уже с такими сильными доказательствами рассказал и она вот почему сейчас у всех на устах этот фонд кстати тебе тоже да какой-то человек вопрос задал про фонд гофаров и у него уже задают вкладывать сюда не мусульмане к сожалению хотя у него даже основа даже запрет на в принципе потому что это бейтинг а бейтинг это когда зарабатывается на сдавках на спортом и тогда то есть это для мусульман вообще в принципе запретная тема мессир это мессир это азартные игры которые аллах прям уране напрямую запрещает вот и мы решили вот такой вот разбор сделать и первый вопрос который я вот хотел бы задать от имени вас кумару как специалисту у меня вот есть средства у меня есть миллион рублей например я хочу эти миллион рублей вложить в какую-то компанию их например много вот один из них пускают будет фонд готова что я как простой человек у которого есть день который просто хочет вложить без знаний должен в первую очередь в первую очередь вот как я должен проанализировать компанию вот самые самые примитивные анализа что мне лучше сделать самое первое это надо проверить какие у этой компании вообще есть документы и права на ту деятельность как про она ведет если это инвестиционная компания а мы говорим про инвестиции правильно то у компании документы которые разрешают ей данную деятельность вся финансовая деятельность друзья мои она лицензируемая в российской федерации да и визе вашем мире это нельзя вот просто взять и начинать инвестиционной деятельностью заниматься банковской финансовый страховой любой любая финансовая отрасль она предполагает что должно быть лицензия у нас это лицензия центробанка так вот должно быть лицензия центробанка но и это еще не все и вот как сказал что простой человек который захотел найти какой-то вариант вложений ему очень непросто найти и разобраться очень непросто поверьте мне потому что я сам попадал в такую ловушку когда я начинал инвестировать в 2005 году бывает такая тема когда ты хочешь что-то сделать тебе приходят варианты разные разные сразу есть такое о чем думаю что и приходит сегодня особенно в интернете как только ты написал я хочу куда-то вложить тебя закидывают рекламы а тогда еще интернет не настолько был разве но тогда был разве и тогда сетевой маркетинг это и ко мне сразу пришел один товарищ знакомый и говорит кумар вот такая штука инвестиционная компания американская с лицензиями со всеми делами пригласил меня на презентацию как это обычно не бывает на сетевом маркетинге красиво все рассказали я естественно поверил я за зеленую задачу инвестор только только вылыбался я вложу туда свои деньги естественно благополучно все это я потерял и сейчас я понимаю что вот если человек до этого не занимался не узнавал ничего не читал вот такие эфиры не смотрел если у него нет друзей которые разбираются в этом деле который может быть потеряли в этом деле у него шансы попасть в эту пирамиду очень высокие но просто сейчас настолько облегчена и эта задача просто в гугле или в яндексе можно даже набрать компания гаваров и партнеры отзывы например хотя бы с этого начать компании партнеры какие документы есть то есть во первых очень непросто но во вторых надо хотя бы документов смотреть какие есть давай кумар смотри я подытожу вот этот вот первый момент получается у компании которая заниматься в российской федерации и даже на западе должна быть конкретно лицензия какая-то от центра россии в данном случае или от мировых центробанков правильно да что просто хорошо например они говорят у нас есть это лицей я могу проверить и может быть как я могу проявить она у них реально или нет во первых посмотреть у них реально или хотя бы копию или оригинала него документа лицензию они могут они должны показать должны ребята обязаны показать но это еще не факт можно и там photoshop да даже зайти на на сайт центробанка найти разделов которые отрасль она работает банковская страховая инвестиционная и там посмотреть список тех организаций которым выдавайте или иные лицензии и срок действия срок действия тоже немаловажный фактор потому что может быть они взяли вот грубо говоря год назад у них сейчас истек этот срок но они будут вам показывать фейк и будут вот у нас лицензии есть печатью с подписью все нормально но в реестре и уже в центробанке уже давным-давно нету друзья очень важный момент многие знают то что лицензия нужно это но многие не понимают как его посмотреть то вот в реальности то есть а многие даже не заморачиваются сто процентов думать еще мы дойдем до это очень интереснее и еще вот самый интересный момент наличие лицензии еще не говорит то что они честно вот и этот момент есть то есть даже так подкинуть вот вот сейчас вот тут некоторые примере брат рассказал у нее сто процентов есть лицензии даже европейской скорее всего но по факту мошенники по факту скорее всего не заберет деньги по факту скорее всего потеряет либо он заберет но кто-то потеряет там же тогда возможно успеет выйти но только это произойдет ради того что из-за того что он заберет у кого-то не из-за доходности какого актива но друзья смотрите это самый первый момент нужно посмотреть компания легально вообще или нет если это касается вот финансов и так далее то легальность компании доказывает нам вот эту бумажку которую называть лицензии это первый момент это самое первое на что нужно обратить внимание когда вы заходите на сайт если вам то компания который вас призывает вкладывать в себя деньги не показывают этот документ регулярной информации так далее это ложь понимаете значит скорее всего у них его нету просто потому что это публичная бумажка правильно для тех кто хочет туда вкладывать деньги как это как водительское удостоверение у тебя если расновили ты обязан показать если я инвестор то я имею право они обязаны показать друзья я извиняюсь периодически притормаживает потерпите пожалуйста почему-то вот у меня телефон видимо такой телефон подключил на instagram один снимает на youtube пора менять видимо если сложно здесь есть какие-то сложности попробуйте на youtube зайдите ну и там все нормально вроде там все нормально вот это самый интересный момент может быть все документально чисто юридически но занимаются не тем чем надо например микрофинанс организации по россии их миллионы вы знаете в каждом городе наверно и у вас городах особенно вот я почему-то обратил внимание подожди для простых людей раскресла что такое микрофинанс организации есть кто не знает это когда любой человек может прийти и взять до зарплаты до получки до пенсии какие-нибудь там две-три тысячи рублей но там огромные процессы огромные ну либо огромное это все те заведения которые на каждом шагу у нас посмотри быстро деньги деньги здесь деньги тут деньги там деньги без паспорта без залога вот это как раз и есть микрофинансовая организация я обратил внимание на то что я как-то года три назад ездил в кемеровскую область к родственникам жены ну такой депрессивный и район и там значит вот реально пивнуха и микрофинансовая ревнуха и микрофинансовая вот взаимосвязь здесь может быть вот это первый момент так пошли теперь второй момент на что бы ты как специалист именно финансового дела посоветовал бы обратить внимание чем они занимаются получается же они просят у меня деньги и говорят мы тебе обещаем 10 процентов в месяц потому что мы их например фонде кафарова делаем ставки на спорт якобы у них супер мега прогнозисты и они знают какая команда спортивная победит а какая проиграет я так понимаю спорт там можно это футбол может бокс может сделать же на все что угодно и получается во первых вы ваша мира мировоззрение и убеждения вкладывается как был устаканиваться от этого деятельности нет то есть вот вначале сказал брат то что по шариату вообще не дозволено удивительно что мусульмане мне звонят не пишут и говорят а можно туда вкладывать или там вот я там получаю уже такие доходы понимаете чем они занимаются куда мои деньги они собираются вкладывать вот на это я бы обратил внимание и вот тут очень тоже много моментов но давай наверно немножко углубимся чуть-чуть совсем чуть-чуть не совсем поймите пожалуйста но что они вам говорят что они за они куда-то чего только не слышал и бриллианты добывают в африке и золото добывают там новой зеландии и землю какую-то из африки везут куда-то на север чтобы этот вот реально я вам говорю такие примеры были и вот вопрос реально ли они это делают наговорить можно все что угодно вот мы сейчас например с аидом создадим финансовую финансовую корпорацию залпать нам центробанку получим лицензию официально и скажем мы собираем деньги на полет на луну доходность будет суперская у нас очередь выстроиться например из миллионеров как у маска тогда ну например но по факту мы просто будем собирать эти деньги и тратить их а потом скажем но не получилось это же стартап был например вопрос вот это вот я бы обязательно выяснил когда я задаю вопросы очень непростым схемам а есть очень непростые схемы есть очевидные вот как гафар это просто курин плинтус и может сказать разводил это очевидно и просто понятно мне по крайней мере но есть если честно друзья даже мне сразу непонятно но когда я начинаю копать и мне нужно несколько дней чтобы выкопать их если такие и они говорят мы вкладываем тебе твои деньги в акции в ценные бумаги и название правильные говорят и фонды правильно говорят и даже биржевые площадки им имена людей правильных говорят но по итогу ничего этого нет друзья я как-то в сторисе с вами показывал что я посмотрел буквально недавно фильм ужасный и забыл про берли медов он создал в америке в конце прошлого века пирамиду которая работала двадцать лет двадцать лет друзья это человек который стоял у истоков создание биржи на так он 20 лет морошил голову людям если он тоже не могут обратите на это внимание пожалуйста поэтому надо очень тщательно к этому выходить если есть капель сомнений мы лучше не плоды но смотрите друзья есть еще один по сути дела способ как проверить куда ваши деньги ваши деньги которые вы отдали той или иной компании так называем финансово куда они вкладывают это посмотреть их финансовый отчет если у них финансовый отчет но здесь тоже все это не просто потому что финансовый отчет опять можно подделать вот этот метод 20 лет делал отчеты вот прошивы ни одной акции не попил но это один из способов опять-таки понимать даже этого не делают посмотреть эти в принципе отчеты можно есть у вас есть немножко представление вообще а финансов вы вели какой-то бизнес хоть малый хоть микро даже бизнес вам более-менее понятно ставит цифры вообще реально рисует хотя бы или вообще заоблачные например вот этот фонд гафарова он обещает естественно заблочные заоблачные проценты очень высокий доход которого невозможно добиться ни в каком бизнесе крутом даже понимаете самая крутая компания в мире сейчас что это сауди аранка да наверно даже она вам не может понимать такие выплатить деньги самая крутая сколько агафар может 2 триллиона 2 триллиона 2 триллиона капитализации понимать это огромная просто компания apple триллион 300 даже apple вам не может выплатить понимаете фару агафаров может это очень глупо то есть вот на это посмотрев подумав поразмыслив конечно же можно сделать какой-то адекватный вывод но у меня конечно интересный вопрос у тебя опыт большой в этих всех делах да у меня всегда вопрос возникает когда человек идет например и несет свои кровные деньги свой вот заработок да у него был там миллион лежал в трехлитровой банке и как вот сделать так чтобы этот человек взял вот эти деньги и понес вот туда что они с ним делают то есть критического мышления у человека нету в чем вот что движет этими людьми как ты его думаешь со своего именно опыта скажи ты же с такими уже не раз общался такими людьми которые уже отнесли там миллионы миллионы вот как ты правильно заметил они затягивают людей большой доходности когда люди человек видим так устроен человек слабое существо когда человеку говоришь я тебе обещают 300 процентов год 600 процентов год у него получается отключается какая-то часть мозга как-то лишь критическое и он как зомби получается несет вот и несколько раз говорил кто-то какая-то женщина не говоря мужу взяла кредит отнесла в этот фон вот они к пару кстати друзья прикиньте женщина одна стоит вот тот мужик про которого я рассказал же изначально который узнал что те хотят на лыжи стать и из россии уехать он пошел к ним в офис естественно снимал видимо он вот так вот держал свой телефон и снимал все что происходит скрытно да и там стоит женщина он спрашивает его говорит что сделаете вообще вы каким боком вообще туда относится она говорит я говорит спать не могу есть не могу ничего не могу я говорит нужно здесь как это дней стою я говорит взяла кредит 2 миллиона 600 тысяч рублей 2 миллиона 600 тысяч рублей не сказала говорит не мужу не детям никому женщину же возрасте но по виду наверное лет ей там 50 где-то и принесла в этот фонд сейчас говорит хочу говорит забрать хотя бы какой-то минимум но вы меня просто кормят завтраками я говорю я не знаю что делать если сейчас мужу скажу может я не знаю что со мной сделать во-первых да во вторых то есть заплатить за этот кредит уже нечем видимо потому что они вообще перестали платить даже тем кому раньше платили и он спрашивает как раз интересный вопрос а раньше вам говорит заплатили или нет платили или нет что-то начали начать да она будет до самом начале им же надо завлечь и самое интересное в чем они говорят начали платить мне я покорит вижу что безбедная жизнь очень близко представьте вот она прям так и говорит я говорю посмотрела безбедная жизнь близко и я говорит пошла еще взяла кредит то есть она видимо какую-то сумму сперва принесла потом она еще взяла кредит засунула в этот фонд и медный таз друзья а все пошло из-за адекватных блогеров которые начали потихоньку потихоньку пускай даже бездоказательно поднимать этот вопрос и просто спрашивают таких специалистов через свой блок как кумар что вы скажете по поводу вот такого вот фонда все-таки он реальный или какие-то там сверх естественные доходы непонятное понимает и анбога спорте привело к тому слава богу что люди начали просить но к сожалению этих денег друзья уже нету понимаете один из основателей живет в дубае давно он показывает чемоданами деньги через свой инстаграм зомбируя людей вот вы представьте зарабатываете вы там какие-то свои 15-20 тысяч рублей вы простой человек работающий на заводе и вам какой-то гофаров с другой точки мира сидя в дубае показывает дипломатами деньги реальные деньги понимаете не поддельно не вот этот там поддельный банк какой-то а натуральные деньги дирхамы целый чемодан дирхамов переводе в рублей друзья это может быть 5 чемоданов рублей и он показывает как он покупает дорогие часы часы за миллион за два за три за пять миллионов рублей покупает lamborghini стоит и издевается по сути дела над своими вот этими инвесторами которых они так называют и говорит как думаете говорит и показывают вот такой телефон какой мне говорят купить урус там или такой-то lamborghini понимаете это прямое издевательство то есть я не понимаю даже если допустим зарабатываете вы в месяц 100 тысяч рублей например пока вам платят допустим но основатель когда хочет купить lamborghini за 320 тысяч долларов вы понимаете как он получается зарабатывать на ваших деньгах хотя бы даже если зарабатывают он реально это невозможно в бизнесе невозможно заработать такие деньги это нереально если только конечно же вы не сечен например который продает тоннами миллионами том нефть и в другим странам понимаете даже он не зарабатывать таких средств по сути дела как те показывают понимаете вот этот момент это нужно обращать внимание то есть вот как ума сказал они зомбируют людей я знаю что-то расход жизни подвергается кто конечно очень широкая аудитория подвергать этому зомбирование но как будто вот мне кажется что у людей у которых возможно трудности да вот жизни у которых не очень небольшой заработок у них какая-то есть надежда что чуть может быть может быть сожалению большом да и мне даже у меня получается вот в группе есть один человек моей школе он на школе который вложил свои деньги вложил свои деньги вот не гафаром другой пирамиды сейчас про другую тоже и вот он говорит да я такой я верю в чудо понимаете а чудо друзья не бывает вот как брат говорит даже крупнейших мире компании не могут дать такую доходность так откуда тогда они могут дать такую доходность понимаете любая инвестиционная компания делается для того чтобы зарабатывать деньги если вам она платит пять процентов годовых то скорее всего себе тоже наверное около пяти должна зарабатывать это справедливо 50 на 50 хотя бы да например и 10 процентов в год нормально даже 20 процентов в год в рублях это нормально но сейчас уже идем конкретики математики долгосрочная доходность друзья бизнеса она очень небольшая допустим кума даже 30 процентов пускай будет пусть будет чудо-юдо компания какая-то я не знаю которая тридцатку дает вам год в год понимаете вы все равно не можете не он не может как владелец купить себе lamborghini urus понимаете не вы не сможете это реально это реально бизнес как невозможно столько зарабатывать ну и нереально вообще никак а вот этого брат люди не понимают они вот например допустим как ты говоришь какой-то спокойно обычный человек работает на заводе зарабатывать 50 тысяч никогда бизнес не делал и он думает вот смотри-ка гафаров какой талантливый бизнесмен а чё мне корячься на заводе возьму я кредит и отдам ему пусть он поуправляет смотри интерес очень интересный вопрос сейчас в тему почему государство не регулирует такие организации все просто вы заходите опять таки ищите вот как кумарская лицензию туда давайте приплетем вообще все документы например да абсолютно то есть где зарегистрирована компания как компания то есть как она называется это что вообще вот здесь вот друзья очень интересный момент вот это вот компания конкретно которая касается гафарова и как мы уже с кумаром много говорили и смотрели разные пирамиды и видели что большинство из них не зарегистрированы в россии и не в нормальных даже каких-то государствах а все это дело на банановых островах понимаете есть банановый остров то есть офшор какой-то куда кого хочешь зарегистрировать они на этом зарабатывать деньги то есть это государство делает деньги на вот таких вот людях которые регистрируют свои компании в их государстве и вы никогда не не доберетесь в свои щупальцы вы никогда не попадете туда и не разберетесь вы не сможете ни в суд не подать ну вы поедете в суд на банановых островах нет конечно потому что вы уже все что могли бы потратить на суд вы потратили на гафарова на его ламборджини урус очень просто и до ворот об этом немножко углубиться тоже насчет документов именно учредительных то есть кто учредители какой у него допустим у компании устав да как какие средства заложены компании ну вот об этом расскажи люди очень интересный вопрос и получается что в основном как брат сказал то они они почему-то регистрируются но явно почему они регистрируют свои компании не в россии это может быть и столь заряд нужно это может быть банановые острова как за и сказал так зарядка давайте прервемся немножко за это просто еще пока нет а и они регистрируются в офшоре для того чтобы российское законодательство до них не добралось а работают в российском поле потому что наш народ финансово не образованы и что получается вы думаете что компания российская а в очень сложных схемах создается и овощка российская еще банановый банановая ложка и вот так вот перекликается и вы не разберете концов не найдете обычно так бывает сложных структурах фонд кафарова скорее всего просто банально может быть даже российский не знаю нет нет банально то есть вообще даже не прикрыт ничем и поэтому государство даже его не видит понимаете он может видеть какую-то оушку которая отчет сдает там какие-то 3 копейки показывает ему претензий нет но бананового строение государство банан авторы далее не видит к сожалению нас все компании очень большинство компаний зарегистрирован даже нормально производных не имена эту торговых загистри SM нам баланса правах но эта школьная речь не об этом есть нормальная компания и бананово-строва есть не нормально мы просто говорим кто что есть ли очевидительные документы зарегистрированное в банановых островах это еще один сигнал красный понимая что чтобы разбираться о том что вот как раз бы рассказал вы скорее всего в день не хватит чтобы поехать разбираться там например заходить геройгинские острова это юрист это адвокат это и суды этот просто выскажите давно и прюнете понимаете это естественно можно иметь ввиду вопрос дата который говорит что обычно такие компании активно привлекают так называемых так называемых центры влияния артисты спортсмены политики даже туда заходят понимаете вот певцы вот те люди которым народ как бы доверяет любит их там за их песни за их там выступления и одни так как им платят готовы хоть что угодно рекламируют к сожалению к сожалению друзья мои и фон гофарова не исключение посмотрите кто их рекламирую посмотрите кто их рекламирую и как вот сейчас они будут с этим жить вот мне интересно ведь и на ней вообще нормально будет потому что они собрали два и больше миллиардов долларов чуть больше двух миллиардов долларов ой доллар рублей вы просто посчитаете сколько даже это в долларах и так далее эту очень крупную сумму друзья на эту сумму можно купить все что хочешь по сути можно купить гражданство где-то но не в нормальных странах то есть если например они захотят убежать в лондон там в амирику и так далее им просто откажут потому что скорее всего их полностью проверят потому что это мошенники происходить день даже первого уровня почему сейчас я вам даже скажу они далеко копать даже не будут насчет того что как у вас деньги произошли так далее они зайдут просто в реестр российской федерации посмотрят и у этого гофарова конкретно гофарова долг 35 миллионов рублей приставом 35 миллионов рублей приставом долг у него вопрос как он уехал страны это уже история как говорится молчит может он уехал до этого знаю то что скорее всего его накроет и вот сухоплюев которые также является одним из учредителей у него тоже там несколько десятков миллионов долгов они замутили там что-то они будут всегда вместе кстати то есть понимаете как примитивно все вы заходите и понимаете что это два мошенника которые должны государству сотни ой сотни говорю десятки миллионов рублей и они замутили какую-то гофара и партнеры помогают вам зарабатывать и сами зарабатывают но при этом не могут заплатить приставом то есть государству которые их преследуют за это вот эти 30 миллионов рублей хотя могут себе позволить купить за 320 тысяч долларов lamborghini urus понимаете 320 тысяч долларов это есть примерно там 40 миллионов рублей 35 миллионов рублей вот как это происходит вы спрашиваете трудно ли открыть микроорганизацию вообще не трудно вообще не трудно вообще любой банк любую компанию инвестиционную открыть не трудно вопрос просто в деньгах просто в деньгах вопрос и как вы будете потом вести деятельность вот поэтому очень удивительно то что начиная там 90 самым это все не прекращается друзья вот такие у меня название даже есть коэстро была такая компания коэстро какая-то из европы якобы ты нас пирамида финико сейчас активно работает будьте осторожны пожалуйста финико тоже заявляет примерно такую доходность как у фонда гофарова но финико говорит мы торгуем на фондовом рынке друзья вот давайте рыдем они торгуют якобы на фондовом рынке и могут мне 15 процентов в месяц делать месяц 15 процентов в месяц понимаете тогда как фондовый рынок он вот понимаете фондовый рынок растет примерно среднем на 10 процентов долларов в год уоррен баффет чемпион мира иногда он даже уступает фондовом рынку в среднем и тогда получается что у этого финико сидят гениальные трейдеры которые лучше там уоррен баффет билл гейтс там и другие инвесторы гениальнейшие которые вообще просто него невероятные и я им тогда говорю этим ребятам которые утверждают с пеной урта что финику это крутая компания и все там правильно и все нормально и они реально торгуют на акциях я говорю хорошо если бы я был гене и вот мы с ним были гениальными и умели делать 15 процентов в месяц мы бы кому-нибудь об этом рассказать не знаю ни за что я не сказал супер близким друзьям и во вторых во вторых зачем финику мои деньги когда он делает 15 процентов в месяц пойди возьми в банке кредит за 20 процентов годовых любой банк тебе даст вот вот не даст его потому что он понимает мошенническая схема а мы люди идем и как дураки не все как бараны деньги в эти финику пирамиды фонда кафарова кэшбери вот буквально недавно было теперь тоже заявлял что это инвестиционная платформа так что скажете за пока за компанию life is good подожди давай насчет кредита сейчас затрону очень интересный момент друзья еще как один из способов как можно проверить компанию на предмет того что это пирамида или нет вы задаете им простой вопрос вот например вам позвонили говорят у нас крутая компания приходите и так далее если уж вы заинтересовались например пришли туда вы узнаете во первых лицензии они говорят все есть ладно хорошо вы говорите финансовые отчеты можно посмотреть они как конечно все открыто кстати они обязаны вам тоже показать финансовый отчет по сути дела финансовый отчет они вам обязаны тоже показать потом потом смотрите вы узнаете чем занимается компания то есть вот сейчас надо например вот кэшбери говорил то что они торгуют на фондовом рынке да то есть привлекает ваши деньги покупают на это акции как-то там зарабатывают торгуют ими круто и вам дают этот процент если это фунт гафар и вкладываем в ставки то есть выигрываем вот этот выигрыш делим между участниками каким образом там они делят это другой вопрос но хорошо вы говорите а почему вы вот как компания собирается деньги у народу то есть у меня вот у самого простого человека пускай у бизнесмена например почему вы вы можете спросить не привлекаете во первых реально крутых инвесторов то есть богачей которые могут легко вложить эти деньги и простые люди вам не нужны в принципе да это раз какая-то отмазка будет по любому хорошо второй вопрос почему вы тогда сами не берете кредит деньги а гафаров и партнеры я не знаю как другие активно говорят говорили возьмите кредит и прийдите к нам и вы типа быстро отобьете его закройте и у вас вот уже будет свой капитал который будет постоянно крутиться на задайте вопрос почему вы сами как компания не берете кредит в банке у них скорее всего на это тоже есть отмазка но они дураки они умеют просчитывать они умеют взаимодействовать да они умеют слушать они умеют анализировать раз уж деньги заработал человек да скорее всего он соображает в этом если он конечно не украл от кого-то и не хочет куда-то отнести в другое место банки тем более любой банк вас сперва прополоская так все кости вам что мало не покажете правильно перед прежде чем деньги вам дать поэтому это еще один из способов понять и узнать почему они собирают деньги с народа они идут просто в банк и не берут кредит деньги потом быстро его отбивают как они говорят и на своем уже вот этом капитале основном не зарабатывают и не делясь с вами зачем делиться понимаете он может уже не один урус купить а два раз он 50 процентов например обещает какая-то компания ну допустим 50 если 20 то он может купить через месяца два еще урус себе это очень ну вот понимаете да этот момент нужно понимать в основном они конечно дурят простых людей которые работают на зарплату и понимают как вообще вот это все в финансовом мире происходит как они крутятся эти финансы предприниматель тоже попадают попадает но наверное не знаю те наверно которые просто уж хотят легкой наживы может быть 18 землю 18 веке когда начали как раз и появляться первые пирамиды 18 веке сэр исаак ньютон купил акции компании южных морей которые сначала взлетели до небес потом он их продал во время и вышел и видишь удачу растут акции и опять купил и потом произошел обвал и он тогда сказал я могу прочитать движение небесных тел но бездомства толпы невозможно посчитать и предсказать поэтому это все непросто конечно друзья и вот тут спрашивают где вы находите компании они вокруг нас живут и отбирает у людей деньги поэтому нам нам мне задают вопросы брату задают вопросы поэтому этот эфир и возник вот так еще один вопрос и еще один вы лучше записывайте кстати все все что мы говорим документы проверить потом почему они вот сами инвесторов не привлекают крупных и почему они берут кредит банки если они такие крутые и конечно же как брат сказал давайте перейдем к рекламе он просто скользь затронул эту тему хотелось бы немножко углубиться в эту тему мы сказали рекламируют звезды конкретно был кэшбри да вот который уже точно закрыл и точно уже сто процентов все стали то что это пирамида была в итоге даже те кто вот эти звезды которые вкладывали и они просто дурку включили сказали мы не знали там извините мы тоже не разбираемся финансах что же может сделать как бы поэтому друзья даже если любимая ваша звезда ваш какой-то кумир если тот может не звезда может спортсмен и так далее пошел куда-то и сделал что-то это не говорит о том что вам нужно сделать так же чтобы быть таким же успешным как он понимаете друзья я мысль не теряй прошлом позапрошлым годом мы с братом стали очевидцем на наших глазах до того дошло ну хазратов стали привлекать хазратов мечети стали привлекать для привлечения денег финансовую пирамиду исламскую финансовую пирамиду представляете сейчас обратите внимание у меня очень много мусульман подписчиков друзей братьев-сестер говорят исламская платформа исламские форекс исламский счета исламская криптовалюта это просто бред друзья просто бред и мне еще звонят и пишут говорят вот это разве вот это можно это вот можно пожалуйста включите включите пожалуйста свои мозги какой может быть исламский форекс какие может исламский криптовалюты это просто люди уже не стесняясь просто есть общество мусульманская она не маленькая почему бы ее почему бы ее не опустошить ее карманы вот пожалуйста на наших глазах создалась выросла и лопнула пирамида который называется как она стопа пожалуйста миллионы людей не не тысячи миллионы мусульман вложили туда деньги потеряли к сожалению кстати они тоже серьезно сумму собрать очень важно очень много миллиардов рублей несколько миллиардов рублей и самое интересное знаете что мы с кумаром сидели вдвоем еще один наш друг с нами и на нас нам вот так нам мозги промывал очень по сути дела уважаемый взрослый человек который чтоб втереться к нам в доверие говорил я в девяностом году тоже был на фондовом рынке я все это понимаю знаю вы молодцы вы красавцы но давайте вот попробуйте туда тоже понимаете взрослый человек ему сколько лет шестьдесят было не просто он говорил вложите деньги они знали что мы занимаемся консалтингом они хотели чтобы мы продвигали тему понимаете в конце мы узнали когда уже потом нам начали звонить хазраты кое-какие понимаете хазата нам звонили и говорили может вы еще раз подумайте то есть вложить на деньги может быть вы не правильно поняли да понимаете и это хазрат очень известный мы не будем называть имен конечно и вот вопрос где этот обзор интересно вот его не видно и и не видно этого руководителя владельца компании это субы кстати давно не видно но убежал убежал вот видите опять же братья сестры друзья убегает с нашими нашими деньгами понимаете в дубае швейцарию и так далее так далее поэтому и потом смотрите еще по рекламе да вот этот вот например фонд гафаровых рекламировали звезды звезды футбола но обратите внимание вот когда я увидел первый раз вообще вот эту всю тему я сразу почему рекламируют не действующие футболисты не дюба там например да а рекламируют он там человек 5 6 7 там аршавин там киржаков там нигматуллин там кто там еще был там еще кто-то где-то 6 7 человек понимаете и все они отставные футболисты уже и у меня первую мысль реально я подумал папа бабки закончились у человека у футболиста потому что они друзья тоже очень царят деньгами и не понимает как быть вообще с ними как управлять деньгами конкретно аршавин например платят почти 600 или там 700 тысяч рублей в месяц алиментов только ты можете такое представить у него сейчас нету средств он не зарабатывает он не футболист и он платит такие деньги понимаете и когда я их увидел вот лично я сразу подумал думаю ну точно заплатили деньги просто какие-то так же были баска рекламировал но и тех где реально забуали ровно вроде думаешь и деньги этого баскова еще и там и уже наоборот у тебя впечатление да если не соображаешь думаешь блин он же не может он же не дурак он же зарабатывает хорошие деньги богатый человек не пойдет и не вложь там пирамиду который лопнет а здесь друзья немножко иная ситуация и имейте ввиду знаете то что не все кто зарабатывают большие деньги умеют управлять этими деньгами и понимают куда они несут и что они делают с ними скорее наоборот скорее наоборот артисты спортсмены просто почему они стоят деньгами только из-за того что они зарабатывают просто за облачные деньги на их своей популярности понимаете я думаю что так будет всегда да но вот как говорят же тот кто не знает истории тот не знает своего будущего друзья история нас учит всегда посмотрите историю те яшин один из самых лучших футболистов в мире в в мире а умер как в нищете и в одиночестве майкл джексон возьмите да умер кем умер изгоем которого обвинили в педофилии и так далее и без гроша кармане с долгами понимаете а когда-то эти люди могли купить целые города тем более российские полностью город взял купил все нормально на следующем но не нужно смотреть на тех вот самое главное то мысль здесь как они на те кто много зарабатывает и делать так же думаю что я тоже наверное буду зарабатывать также раз этот человек делает так то так так они зарабатывают на своей деятельности понимаете певцы они поют их приглашают на мероприятие им платить деньги за это если это вот и все например они дерутся понимаете они выбивают друг другу мозги чтобы им платили за это за шоу если это футболисты если он не бегает по полю и не забивать ему не платятся деньги ему он бы не заработал ни на финансовый не на бизнесе на каком-то и так далее потому что он умеет только бегать и пинать мячик свой ему конечно за это платят молодец слов нет но когда вот такие люди начинают относить какие-то финансовые организации свои деньги не стоит бежать самое главное может быть я не говорю за тех что они там какие-то недалекие умом очень умные среди них есть и слава богу что вот эти умные не идут вот такие вещи рекламировать народ видит по-другому и те кстати футболисты которые отрекламировали почти все кроме аршавина еще кого-то все отказались сказали да мы короче сделали все плохо простите нас извините я сам лично своими глазами видел как же фамилия того забыла его короче один из футболистов извинялся вот так прямом эфире и говорил друзья извините я сделал ошибку отрекламировал вот эту вот чушь забирайте свои деньги оттуда и я говорит тоже забрал который кстати потерял дав своему другу там на какой-то без позиции 300 миллионов рублей 300 миллионов рублей потерял отдав своему другу деньги потому что тот сказал я тебе делаю бизнес их ты говорит пока бегай играй а я буду прокручивать твои деньги на твою старую безбедность и он потерял 300 миллионов рублей и этот тиган говорит я не знаю он просто просрал их или она прогорел знаю он просто таких людей которые хорошо зарабатывают шныряют естественно мошенники постоянно всегда на нем еще живут всякие там животные по дни не ходят в такие мероприятия и не зазывает футболист война там до фондовый рынок и так далее потому что таким людям люди адекватные у кого есть вот здесь вот серые вещества приходят сами спрашивают совета понимает ни один нормально адекватно финансовый советник не будет ходить и рекламироваться типа давайте ко мне так не исключено потому что его может там друзья и так далее но он не будет активную рекламу делать как делают это те кто хотят отобрать ваши деньги реклама агрессивная показывают хорошую красивую жизнь показывают красивую жизнь завлекаются этими вещами которые показывают будьте осторожны пожалуйста пока не забыл скажу у меня абсолютно бесплатная услуга проверка компании на паршивость абсолютно бесплатно просто называете компанию я говорю да или нет просто вопрос по поводу life is good у меня по life is good больше вопросов чем ответов я вам по крайней мере рекомендую очень тщательно сначала разобраться прежде чем нести деньги это кооператив который оформляет на себя все имущество если что-то случится с ним то там вопрос могут возникнуть про халяльность не говорю тоже про это отдельная отдельная история и еще один момент еще один момент очень интересный вот все что происходит с финансовыми пирамидами когда пирамиду топится друзья не тогда когда приносит и приносит без остановки деньги на приносит она живет нравится вот когда уже кто-то решил вытаскивать деньги и начали активно вытаскивать деньги оттуда вот еще один из вот таких вот примену как бы проверочных так скажем методов попросить обратно свои деньги допустим вы вложили например у вас их миллион вы такие решили ну сто тысяч потеряю не потеряю для меня там особого значения не имеет например вы проигнорировали все наши советы и решили вложиться все-таки вложились хорошо попробуйте теперь вытащить оттуда свои деньги вот попробуйте если это финансовая пирамида вам скорее всего начнут вас кормить завтраками говоря вот очень непросто все это сухофлю знаешь что сказал вообще вот такой бред я реально я даже не додумался так вот сказать если я даже был бы мошенником не дай аллах да он говорит ты говоришь понимаешь деньги есть вот они говорят деньги есть но они говорят у меня на столе не лежат я говорю тебе не могу взять его и дать будет они говорят у нас в какой-то банановой стране в банке в ячейке и говорит только какой-то специальный человек может в банк в ячейку забрать эти деньги я такой посмотрел думаю блин какой же фильм мне напоминает это было пара правды они сразу туда загружали в ячейку но не знаю но урос он на что покупал на часть на часть денег хорошо хорошо например например я бы если в машине буду также сделал потихонечку выводил выводил складывал ячейку потом но ты бы говорил об этом потом человеку который хочет для забрать деньги у меня все считала танта но извини я тебя не могу пока но видишь он уверен что никто за ту не наберется видимо но скорее всего назвал конечно же другую страну совсем другую там ячейку придуманную так далее но суть не в этом суть то в чем им стали хорошо хорошо говорит деньги там в ячейке но же говорит каждый день тебе люди приносят деньги вот наличные я будет вот сейчас сижу пришли деньги вот тебе положили на отдай вот мне деньги а мои деньги говорит зачисли говорит на их счет в чем говорит сложность тот говорит слушай у нас в устав не позволяет так сделать и мы не можем так сделать и все 20 раз объяснять но ситуация вот такая друзья вы свои деньги вытащить уже навряд ли сможете особенно когда они большие ладно может сто тысяч рублей вам из этих двух миллиардов отдадут может быть но если вы вот вложите миллион как вот этот мужчина например или там около того то уже с вами будут разговаривать совсем по-другому и они еще один момент они говорят когда я вкладывал свои деньги со мной были готовы общаться в парке домой приехать ко мне куда угодно лишь бы я принес свои деньги а когда говорят я пришел забирать мне говорят надо ехать вот в эти кайманово острова за деньгами моими дружба закончилась мгновенно друзья понимаете и это еще один из факторов когда вам говорят в любом месте в любое время при любых обстоятельствах надо призадуматься друзья стоит ли на того или нет еще один вопрос кстати пока вот не забыл сам это интересно в чем здесь и самое абсурдное друзья у вас миллион рублей денег вы относите его в какую-то компанию пускай даже по от почитали все до перелись но договор то наверно надо подписать прочитать писать самое интересное знаете в чем вот эти глупые люди больше у меня язык не поворачивается назвать они и не подписали даже договор и не посмотрели я слышу что они просто карту скидывают и до ну давай еще раз возобновить немножко поделись в истории не вот же остался она 24 в любом случае остался у нас друзья заканчивается эфир но вот самый последний это вот самый наверно smart что хотели сказать договор у каждого вот например я лично пока если с кумаром подписывал договор да я вам серьезно признаюсь у меня глаза были вот такие вот я думаю что за договор этот вот такой вот договор я подписывал в одну минут десять на точно мне сидела же который была там менеджером просто вот так вот листы мне перевод я просто подписывал я в конце уже подписывать начал подписи в жизни я не делал как бы и любая нормальная компания когда вы придете к ней они вам скажут внимательно скажут почитайте договор друзья пока не пока не отключился вот этот телефон отключится я у нас будет на youtube это все сохранено я сохранил первую часть здесь тоже в инстаграме но отвечаем но это все будет ютубе потому что этот телефон уже друзья вы задаете вопрос про city life city life это продавец воздуха имейте ввиду они юридически нормальные все зарегистрирован деньги большие и раздается по своей сети сетевая структура вообще инвестиции и сеть стима вещи просто зарубить пасты даже одежду пасти но только не финансы только не финансы друзья имейте это ввиду пожалуйста а чем как раз таки занимается да вот это нам все пирамиды финансы они все на сетевом основаны вот этот мужчина даже знаешь что он сказал просто интересный такой момент я говорит заработаю эти деньги короче вот эти миллион который вы мне не отдадите но говорит мне очень сцепно перед них там финансовый принесла приводи все и все если то что на компании или естественно своих друзей прида никому не выдаст деньги и самый интересный момент даже в суд подать не могут нормально потому что договор не подписывали вот этот мужик говорит я говорит договор даже не видел говорит все говорит было сделано устно друзей как можно доверить миллион с лишним рублей какой-то компании компании которая себя называет устно это вообще-то не лезет в голову даже мне это вот невежество это невежество финансово необразованность нашего населения к сожалению нас даже государство обманула мы можем сказать о том что даже нормально финансовый института друзья я сто раз говорил еще раз говорю мы с вами на одной стороне забора финансовая система даже нормальная финансовая государственная система она не про нас не думает не говорю про финансы пирамиды понимаете это банки в принципе созданы банки для локеры страховой компании они собирают нас деньги но мы можем как говорится прогнуться под них а можем идти к ним со своими словами понимаете и вот это и то что я говорю идите это со своими условиями и диктуйте свои условия понимать а не идти со своими условиями невозможно почему потому что без банков без брокеров вы просто не сможете бизнес вести никакой абсолютно не покупать не ценные бумаги если касаться на бумаг без брокера вы не сможете то есть все сделано так что вы в любом случае касаетесь банков или брокер поэтому вы слова кумар не воспринимать так что якобы тогда вообще делать ничего в нашей стране не только в нашей стране везде это по всему миру так а вот нужно иметь знание чтобы чтобы эту систему ставить работу на себя вот так понимаете и это возможно это возможно да это возможно потому что когда банк видит что человек умный и соображающий совсем по-другому совсем по другому начинает разговаривать приносит вам кофе говорят господин наш давайте мы с вами поговорим иначе тогда раз вы такой умный у нас понимаете и это я не раз видел вот заходил с кумаром туда-сюда как он начинает с ними разговаривать и они совсем что-то как-то по-другому начинают кофе начинать предлагать это интересно кстати наблюдать вот давай на вопросы ответим сейчас вот посмотрим что у нас в вопросы вопросы у нас есть понятия сейчас зайдем в instagram там посмотрим это тоже сетевой маркетинг который якобы продает который продает какие-то там туры туры и но если честно я бы ни за что близко даже к этой компании не подошел так я хочу научиться у вас на финансы грамм независимым как не связаться с вами друзья на ю тубе есть все мои данные манка вам видео телефон instagram пожалуйста пишите на ватсап без проблем им круиза сказал уже что я бы ни за что ни за что на свете я бы не вложил в нее деньги так бы к с еще те машине но понимать они не мошенники юридически они не мошенники но если вы пойдете неграмотно туда они вам только и все будет по закону чисто понимаете вот я всегда говорю своим клиентам что ну как нужно идти как нужно разговаривать и либо вообще не разговаривать с тем кто тебе начинает что продавать сказать все я с вами разговаривать дайте мне просто руководители менеджеры повыше там и так далее потому что не план братья друзья у них план как в любом магазине продуктовые промышленной на рынок там вне план им надо продать не ликвид обычно что надо быстрее избавиться чего от неликвида поэтому будьте пожалуйста осторожны договор в одностороннем порядке не меняется брокерский амиду банковский брокерский не меняется условий не было не было бывает конечно и форс-мажоры в 2008 году когда кризис взяли и кредит подняли там с 12 до 25 процентов вчера только кстати вот опять про финансы да просто скажу вот касаемо вот этого вопроса один человек разговаривает с банкиром спор с банкиром и вышла в эту передачу одна женщина которая говорит я полила кредитом по такой-то ставке а говорит вдруг ко мне приходит бумажка то что вот так вот изменено я говорю думаю как то пошла разбираться и вот этот вот банкир сам говорит что пишется то что в одностороннем порядке банк иногда имеет право какие-то из условий вот этого договора изменить не оповещая вас до на это друзья обращайте пожалуйста внимание в принципе в любой абсолютно любой договор читайте внимательно читайте вникайте не нужно спешить финансовые дела не любят спешки запомните это любой финансовую любая финансовая организация может вам вот это вот что там